Украина должна победить в развязанной России войне и может рассчитывать на всестороннюю поддержку Евросоюза. Такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на стратегическом форуме в Словении 29 августа. О новой повестке дня Евросоюза и его поддержке Украины в войне против России далее в нашем материале. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз впервые в своей истории выделил деньги стране третьего мира на вооружение. Оказав финансовую поддержку Украине на сумму более 10 миллиардов евро. Это не включая инициативу отдельных европейских стран. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на стратегическом форуме в Словении. Она подчеркнула, что сейчас Евросоюз разрабатывает следующий транш поддержки. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы делаем это для Украины, для поддержки наших европейских ценностей. И мы делаем это для того, чтобы показать России и всему миру, что нарушение норм международного права будет дорого стоить. Путин не может выиграть эту войну, а Украина должна победить. Фон дер Ляйен убеждена, новые вызовы требуют от Евросоюза нового стратегического мышления. Речь идет об использовании экономической мощи ЕС для защиты мирового порядка от внешней угрозы. И в том числе и экстренных решений для самого Европейского Союза относительно реформ на рынке электроэнергии, чтобы избежать шантажа со стороны России. Взлет цены электроэнергии в Евросоюзе до космических высот продемонстрировал все недостатки рынка электроэнергии в ЕС, создавшегося для совершенно других условий. Поэтому Еврокомиссия работает над планом экстренной структурной реформы нашего рынка электроэнергии в ЕС. Нам нужна новая рыночная модель для электричества, которая будет работать и вернет баланс европейской экономике. Во время форума в Словении участники заявили, что ЕС должен создавать прочные основы с единомышленниками для развития экономики и поддерживать все страны, которые наиболее уязвимы перед внешними угрозами, как Российская Федерация, упомянув не только Украину, но и Западные Балканы. Так президент Словении призвал к скорейшему вступлению Боснии и Герцовины в Европейский Союз и НАТО. Чем дольше идет процесс расширения ЕС, тем больше эти страны склонны к устремлениям России или, по крайней мере, к ее растущему влиянию. Вот почему Словения годами работает над быстрым и решительным расширением ЕС на Западные Балканы. Европа оказалась перед лицом кризиса чудовищных масштабов, отметил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий во время визита в Париж. По его словам, в такой ситуации Европе следует задуматься о том, как защитить себя, и добавил, что война в Украине даже не думает заканчиваться. Поэтому украинские военные больше нуждаются в оружии и финансовой поддержке, чем в гуманитарной. Он призвал страны Евросоюза к единству. То, с чем мы имеем дело сегодня, это даже не конец войны в Украине. К сожалению, это даже не начало конца. Россия, напав на Украину, спровоцировала ужасный кризис, который, вероятно, только начинается. Кризис, влияющий на безопасность, затрагивающий энергетические вопросы. Вместе мы стоим, в одиночку падаем. Пусть не окажется, что у украинцев больше сил, терпения и настойчивости, чем у нас, европейцев, которые думают, скрутить ли термостат на 2 градуса. О том, что Евросоюз должен покончить с любой зависимостью от России, считает министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом будут зависеть от развития ситуации в Украине. При этом Бухарест поддерживает приостановку упрощённого визового режима и открыт к ограничениям на выдачу туристических виз. «Мы не можем вернуться к привычным отношениям с Россией. Сейчас рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно понятно – мы должны покончить с любой зависимостью от России». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина сегодня нуждается в поддержке Евросоюза, и она продолжит её получать. Так, все страны ЕС поддержали созданные миссии по обучению украинских военных. Речь идёт о подготовке снайперов, специалистов по разминированию и офицерского состава. Виктория Синько, Никита Бабенко для телеканала «Фридом». Мы продолжим об этом говорить. Евросоюз обновляется. Контуры новой повестки дня озвучены. Контуры новой повестки вы слышали в нашем материале. Более детально об этом, обо всём говорим с Богданом Ференсом, кандидатом политических наук, основателем СД-платформы. Богдан, приветствуем вас. Приветствую вас. Приветствуем вас в нашем эфире. Вот контуры вы слышали в нашем материале, да, и говорили про электроэнергию, говорили про газовую зависимость, говорили про то, насколько един на сегодняшний день Европейский Союз. Но я хочу от вас услышать, Евросоюз уже обновляется или это все-таки перспектива? Как вы видите это? Я думаю, это перспектива и обновление, если оно будет, оно будет постепенно. Почему? Потому что Европейский Союз — это 27 игроков, 27 стран, которым необходима консолидация позиций, чтобы двигаться вперед. Я думаю, что достаточно сильным был вчерашний месседж канцлера Шольца в Праге. И это означает, что Германия, есть такие предпосылки, чтобы показать более реальное лидерство в Европейском Союзе, как страна, которая имеет наиболее сильную экономику и, в принципе, на которую часто смотрят в принятии тех или иных решений. Поэтому я надеюсь, что обновление будет происходить в контексте и солидарности поддержки Украины в практическом русле, и политики расширения. Это также важно, особенно учитывая наш кандидатский статус и желание все-таки более четко уже, возможно, в следующем году начать переговоры о присоединении к полноправному членству. Поэтому вот это как раз будут реальные шаги, которые помогут нашей стране, например, увидеть, что Евросоюз обновляется. А почему это важно? Это важно, потому что они точно, я надеюсь, понимают, насколько вот эта зависимость от России, от энергетики, от бизнес-интересов сейчас на них плохо влияет. И что нужно сделать в будущем, чтобы абсолютно отказаться от этой зависимости? Это две главные категории, ключевые, которые должны быть в основе этого обновления Европейского Союза. Богдан, а я хочу уточнить, вот это обновление, о котором мы сегодня говорим, оно происходит все-таки в первую очередь за счет увеличения количества стран, вы просто вспомнили, какое количество сейчас есть стран в Европейском Союзе, да? Мы можем также вспомнить Молдова, Грузия, которая потенциально хочет, западные Балканы и так далее. Или все-таки это исходит более обновление и с той риторики, и с той повестки дня, которую сегодня озвучивает Европейский Союз? Я думаю, они больше о себе все равно думают. Ну, нужно понимать, что в первую очередь страны и сообщества думают о своих интересах, а потом уже, конечно, не коррелируются эти интересы с теми, кто соседствует. Да, мы пока соседствуем. Но Евросоюз часто сталкивается с проблемами внутри, в поиске действительно компромиссных решений. С одной стороны, это сильная сторона Европейского Союза, потому что это сообщества иногда с разными интересами, их всех нужно сбалансировать. Например, у той же Венгрии и у Германии, Италии могут быть разные интересы, нужно договариваться, тратить усилия для того, чтобы их сбалансировать. Как и разные политики, разные правительства с ценностями отличающимися. Но в этом и сила Европейского Союза, что это не модель построения очень такого, знаете, жесткого автократизма, а в принципе демократии. Но с другой стороны, это влияет иногда на эффективность принятия решений, особенно в контексте как раз энергетической зависимости и выстраивания отношений с Россией, с агрессором. Поэтому, в принципе, предложение Шольца в контексте изменения формата решений, принятия решений, например, от большинства к какому-то, в консенсусе к какому-то большинству, в каких-то процедурных вопросах, я думаю, это может быть сигналом для того, что нужно обновляться в контексте институций Европейского Союза, Европейской комиссии, Совета Европы. То есть, вот эти все вещи, я думаю, сейчас будут обсуждаться. Ну и опять же, что делать с теми, кто хочет присоединиться? Балканы, Украина, Молдова, Грузия, что делать, что им конкретно предложить? Это тоже вопрос открыт сейчас. Еще один аспект, о котором говорил Олаф Шольц на выступлении в Пражском Карловом университете, это вопрос голосования большинством. Не единогласно, когда вопросы решаются в Европейском Союзе, Еврокомиссии, к примеру, в других Евросовете, вопрос большинства как раз. Почему это такой настолько сложный переход к вопросу большинства, но не единогласно? Объясню очень просто. Опять же, есть свои плюсы, если изменится регламент внутренней процедуры. Это будет означать, что принятие решений может быть более быстрым и эффективным. И что сложнее будет некоторым лидерам и странам, которых они представляют, например, господину Орбану, влиять вообще на политику Европейского Союза. Если он, например, говорит, нет, я не готов вводить, например, полный барган на нефть с Россией. Но, с другой стороны, более, так скажем, меньше страны, слабее экономиками, они понимают, что это также риск. Потому что, если их, например, голос один не будет играть ключевую роль, это будет означать, что собрали сильные лидеры, сильные страны, и порешали, и потом, в принципе, тем, которые более слабые, нужно будет просто молчаливо согласиться с тем решением. Поэтому есть также две монетки в изменении регламентных таких процедур, но тут нужно сопоставлять, ради чего и на каких основаниях вот это обновление должно происходить. Это непростые процессы. В 90-х годах была так называемая Лиссабонская реформа, когда переориентировались в центре принятия решений и власть в сообществе, когда к Европейскому парламенту было уже больше внимания, больше сил и больше власти, как институции, в которую избираются европейские депутаты. И, в принципе, мы видим позитивные результаты такого изменения, таких реформ. Потом большие расширения Европейского Союза. Сейчас нужно реагировать на новые вызовы, в первую очередь, безопасности экономики и энергетики. В этом контексте нужно также не стоять на месте, а изменяться в демократический способ. Несколько дней до начала встречи в Праге был Blood Strategic Forum в Блэде, это Словения. Там выступал Урсула фон дер Ляйн, и там, естественно, выступал президент Словения Брут Пахор. Он на этом форуме в Блэде призвал не допустить нового разделения Европы, призвал к скорейшему вступлению Боснии и Герцеговина в ЕС и НАТО. Пахор выделил роль еще одного государства Западных Балкан – Сербии. Брюсселю следует убедить Белград выбрать путь Европейского Союза, а не союз с Китаем и Россией. Сейчас можем услышать президента Словении, позже вернемся к обсуждению. Чем дольше идет процесс расширения ЕС, тем больше эти страны склонны к устремлениям России, или, по крайней мере, к растущему влиянию России. Сербия, вероятно, согласилась бы на разрыв с Россией только в том случае, если бы получила твердую, очень твердую уверенность в своем месте в Европейском Союзе. Я считаю, мы должны делать все, чтобы убедить Сербию укрепить свою политическую волю в отношении европейской перспективы. Сейчас можем услышать также заявление президента Еврокомиссии Усулы фон дер Ляйн. Там же, на этом форуме, в Блэде, она говорила о стратегическом интересе Европейского Союза в аспекте Западных Балкан, шести государств в ЕС. Услышим, далее обговорим. Процветание на Балканах полностью зависит от их интеграции в остальную Европу. Самое главное – население Западных Балкан в подавляющем большинстве стремится присоединиться к Европейскому Союзу. Тем не менее, мы знаем, что в последние годы прогресс замедлился. Не в последнюю очередь из-за международных субъектов, включая Россию, которые стремятся подорвать строительство демократических институтов и верховенство закона. Как бы там ни было, нужно сказать, наверное, хорошо, что Европейский Союз наконец-то увидел проблему в пророссийскости президента Сербии Вучича и направления иногда. Как этот процесс может попросту происходить? Тут важно, потому что Украина получила кандидатство, как говорят ваши коллеги, Богдан, благодаря, как бы это ни цинично звучало, агрессии Российской Федерации против Украины. В 24 февраля 2022 года. Я думаю, ускорился процесс. Да, это подтолкнуло Европейский Союз к пониманию тому, что, ну, наверное, нужно, чтобы Украина, все-таки, да, спасибо, Лейла, пошла быстрее в Европейский Союз, получила кандидатство. С Балканами ситуация сложнее. Это сложный регион. Регион, где остаются территориальные претензии у одного государства к другому. Вопрос Сербии, Александра Вучича. Просто, как кажется, если Европейский Союз решится решить, извините за такую тавтологию, вопрос западных Балкан, как части Европейского Союза, шести государств, ну, это дело, ну, точно не одного двух лет и не пяти лет, как минимум. Я скажу следующее. Ну, каждый регион, в принципе, он сложный. Действительно, Балканы – это очень сложный регион. Многие интересы, этносы, экономика, ну, очень много всего. Но нужно также понимать, что и наш регион также очень сложный. Если мы говорим о Молдове, о Грузии... Пропало это видео ваше. Вот сейчас еще не видим. Да, минутку. Да, без проблем. Ну, вот, это важно как раз... А есть? Нормально? Да, есть уже. Богдан, спасибо вам. Можем продолжать. Да, я продолжу. Коротко. То, что касается Сербии. Сербия всегда была пророссийской стороной. Частично. Да, там есть разные политические силы. Нужно, конечно, ориентироваться на те политические силы и политиков, которые европейскую интеграцию для себя определяют как четкий вектор, а не как просто риторику. Вуйчич, мое мнение такое, он ориентируется на лидеров подобных органов. То есть, он понимает, что необходимо, да, получить плюшки от Европейского Союза. Если это будет членство, будет супер. Но в то же время отстраивать свою независимую внешнюю политику и экономическую политику. Потому Вуйчич это не тот лидер, который сразу оборвет все связи с Россией. К сожалению, так же, как и часть общества, нужно понимать чуть-чуть специфику внутреннюю. Да, Балкан, Югославия, Сербия и сербского общества. Это первое. Второе. Да. Второй аспект вы хотели. Буквально коротко, у нас просто еще несколько вопросов важных, которые в том числе относятся к пражской встрече. Коротко еще. Балкан и действительно Европейский Союз может интегрировать путем практических действий. Но они побаиваются, я думаю, потому что регион очень сложный. Поэтому пока этот процесс будет отодвигаться. Также в Праге министры ЕС будут обговаривать, мы так отойдем чуть от ЕС, будут обговаривать ситуацию с Африкой. Африканское сотрудничество, Африка на повестке дня. Это очень важно. Какую роль сейчас сотрудничество с континентом, с конкретными топовыми государствами этого континента, которые там представляют главные экономики этого континента, какую роль будет играть африканская повестка? И как вы ее видите, как ЕС будет ее разворачивать в свете поездок господина Лаврова в Африку, в свете заявлений из Китая по Африке? Вам слово. Да, но я не африканист, поэтому я могу только поделиться своим мнением. Потому что Африка тоже регион очень сложный, многополярный, многоуровневый. Во-первых, присутствие Китая в Африке очень сильное. Я думаю, даже сильнее, чем частично Россия. Поэтому Европейский Союз вспоминает, что есть такой регион, и с ним нужно как-то усилить сотрудничество, возможно, хотя бы с теми странами, которые имеют какое-то историческое, более экономическое значение. Поэтому эти действия в контексте усиления, углубления сотрудничества сейчас и фокуса на Африку со стороны Европейского Союза продиктованы в первую очередь влиянием Китая и частично России в этом регионе. Вот я объясняю эти действия подобным образом. Насколько они будут эффективными, мне сложно пока оценить. Я думаю, что пока вряд ли. Но это конкуренция за регион, за влияние. Как правило, конечно, с более развитыми странами, которые в Южной Африке находятся, там более тесные сотрудничества. Еще один аспект, последний в Праге. Выступая в Карловом университете, канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею Манюэля Макрона, президента Франции, создания европейского политического сообщества. Он сказал о том, что будет создаваться новая европейская политическая группа, будет она регулярно собираться для переговоров по ситуации в Европе, энергетика, экономика, обороны и многое-многое другое. В ЕС есть семь институтов. Первый аспект. Зачем еще один институт? А второй, разве не дублируется инициатива 1952 года европейское политическое сообщество? Там создание Палата народа, если мне изменять, там было. Ну то есть, зачем еще одна надстройка? Это просто выглядит так, как такой клуб для интересов, еще один, где топ государства ЕС там, Германия туповая экономика и многие другие будут решать, куда будет двигаться ЕС. Но не всеми государствами это будет решаться. Ну это то, о чем мы говорили с вами. Вот эти процедуры, если они будут изменяться, в чью пользу эти процедуры будут играть потом? Я думаю, тут некоторая, может быть, конкуренция личностная сейчас между Макроном и Шольцем в контексте, кто будет, кто главный в Европейском Союзе. Когда была госпожа Меркель, все, в принципе, понимали, к кому обращаться, кто решает, ну, то есть, и все. Сейчас Олаф Шольц, он как-то так, он очень замедленно идет, я бы сказал, к тому, чтобы было у всех понимание, что лидерство, да, сейчас опять понавляется за Германию, нужно делать конкретные шаги в этом, иллюстрировать это не на словах, а в действиях. Поэтому вот такие инициативы иногда рождаются. Макрон, я напомню, он всегда был таким на волне, да, европейской интеграции, Европейского Союза, и это его часть, его РНМ, и он после выборов успешных для себя, он пытается как бы предложить что-то новое, я так думаю. Но я сомневаюсь, опять же, в мегаэффективности, потому что, на мое мнение, достаточно всех институций нужно работать конкретно, да, показывать в реальности, что, как изменяться, да. Институций семь, и там полностью все охвачены, ну, главных, давайте так, семь главных институций, там полностью охвачены все аспекты работы. Жиза Боррель глава европейской... Четки тысяч еврочиновников, европейских дипломатий. Глава европейской дипломатии Жиза Боррель, он говорил, что нам будет трудно в аспекте помощи Украины, но мы будем стараться. Тут Шольц говорит о создании нового института, так это не те старания. Но в то же время Шольц говорит, что нужны новые реформы в Европейском Союзе для того, чтобы открыть двери новым странам, таким как Украина и Западные Балканы. ЕС меняется, видно, это тяжело меняется. Обновляется. Богдан, спасибо вам большое за разговор. Напомню, Богдан Фернс был с нами на связи.